Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 28 июня 2024 года полномасштабная война продолжается уже 856 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Завтра, 29 июня, в Стокгольме пройдет очередная манифестация в поддержку политических заключенных в России, приуроченная ко дню рождения Ильи Яшина. В рамках международной акции «Моя Россия сидит в тюрьме». Шведское торговое представительство открыто в Киеве во время визита министра по вопросу международного сотрудничества и внешней торговли нашей страны Йохана Форселя и делегации представителей крупнейших компаний. Суд в Москве заочно арестовал шведского гражданина Ларса Эрика Беберхардсона. Первая партия снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы, доставленных в Украину. Финляндия отправит новый пакет военной помощи Украине на сумму 159 миллионов евро. Израиль ведет переговоры о передаче Украине до восьми батареи комплексов Patriot, которые способны перехватывать все типы российских ракет. Евросоюз и Украина подписали соглашение о безопасности, гарантирующее Киеву продление поставок оружия и предоставление другой помощи на годы вперед. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет главой европейской дипломатии. В Брюсселе утвердили кандидатуру руководителей Союза на следующие пять лет. Это смешно и несправедливо. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк о недавних высказываниях британского правого политика Найджела Фараджа о войне в Украине. Хроника репрессий в России. Возбуждено уголовное дело в отношении историка и просветителя Тамары Эйдельман, который обвиняют в реабилитации нацизма. Свободу Александру Скобову. Городской суд Петербурга 26 июня отклонил апелляционную жалобу на меру пресечения для Скобова. Смерть Путину, смерть российско-фашистским захватчикам слава Украине, выкрикнул диссидент в зале суда. Семь причин поддержать идею независимой Ингрии. Завершение мини-цикла публикации движения «Свободная Ингрия». Причина седьмая. В Ингрии имеется все, чтобы обеспечить процветание независимого государства. Исторический календарь. 26 июня 1944 года началось сражение Приталии и Хантала, в ходе которого наступление Красной Армии к северу от Выборга захлебнулось. Глобальный расклад с Гарри Каспаровым. В продолжении нашей программы мы предложим вашему вниманию стрим на канале форума «Свободной России» с участием сооснователя форума Гарри Каспарова. Поддержим политических заключенных. Лучше провести 10 лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда за кровь, которую проливает твое правительство. Илья Яшин. 27 июня 2022 года российский политик и оппозиционный деятель Илья Яшин был задержан в Москве и затем арестован. В декабре того же года его осудили на 8,5 лет по статье о распространении и заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. Сейчас путинский режим держит Яшина в ШИЗО, в штрафном изоляторе, точно так же, как до этого держал Алексея Навального. 29 июня в 14 часов в день рождения Илья Яшина в Стокгольме напротив русского посольства пройдет акция в поддержку политических заключенных в России. Это часть международной акции «Майор Россия сидит в тюрьме», которая пройдет в этот раз с 28 по 30 июня в десятки городов по всему миру. Приходите встретить единомышленников и подписать открытку для Ильи Яшина. Приглашает антивоенный комитет Швеции, организующий акцию завтра в Стокгольме. Завтра в субботу, 29 июня в Стокгольм, Free Ukraine's Plats, 14 часов. До встречи на акции. В Киеве открыли торговое представительство Швеции. Шведское торговое представительство открыто в Киеве во время визита министра по вопросу международного сотрудничества и внешней торговли Йохана Форселя и делегации представителей крупнейших компаний нашей страны, сообщает шведская правительственная канцелярия. Торговое представительство способствует выходу большего количества шведских компаний на украинский рынок и является важной частью шведской поддержки Украины, отмечают в канцелярии. Это был первый визит шведской бизнес-делегации в Украину с февраля 2022 года. В делегацию вошли представители концернов СААП, Эриксон, Вольво Групп, Скания, Электа, Бейтрут, Бредерскапс, Люсет, Светфунд. В ходе визита делегация встретилась с премьер-министром и президентом Украины Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем. Обсуждали вопросы укрепления промышленного сотрудничества между двумя странами, поддержку в сфере энергетики и инвестиций, шведских компаний в Украине. Поддержка Украины является одним из главных внешнеполитических приоритетов нашего правительства. Военная и гражданская поддержка, конечно, важна, но я убежден, что бизнес и наша финансовая поддержка имеют решающее значение для долгосрочной устойчивости и развития Украины, прокомментировал визит министра Форсель. Суд в Москве заочно арестовал шведского гражданина Ларса Эрика Эбби Эберхардсона. Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего председателя управления группы ГАЗ Ларса Эрика Эбби Эберхардсона по обвинению в мошенничестве. Бывшего топ-менеджера обвиняют в незаконном получении денег от неназванного предпринимателя. Русский суд утверждает, что Эберхардсон обещал потерпевшему вложить полученные деньги в развитие бизнеса, но вместо этого присвоил их. Кто, по версии следствия, выступил жертвой, о какой сумме идет речь, до сих пор неизвестно. 54-летний Эберхардсон гражданин Швеции. Он был председателем правления ГАЗ чуть больше года в середине 2000-х годов. Позже он занимал поступравляющего директора по автомобилестроительному бизнесу в холдинге «Русские машины». В 2018 году он стал инвестором Ивановского завода «Автрокран», сообщает РБК. Газ и «Русские машины» внесены в санкционные списки США, в том числе как производители военной техники. Эберхардсон дело не комментировал. Первая партия снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы, доставлена в Украину. Это десятки тысяч единиц 155-мм боеприпасов, которые были профинансированы Германией и переданы украинским партнерам во второй половине июня. Это первая часть от общей суммы в 180 тысяч единиц боеприпасов, финансируемой за счет вклада Германии, сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Петром Фиалой. Чешский проект предполагает закупку снарядов для Украины со складов в третьих странах на деньги, собранные союзниками по НАТО и ЕС. Прага выступает вроде инициатора и посредника, используя свои старые связи в области торговли оружием. В инициативе участвуют 18 стран. По предложению министра обороны правительство неназласно одобрило участие Чехии в инициативе на сумму 865 миллионов 775 тысяч крон. Это примерно 35 миллионов евро. Выделенные деньги будут потрачены на закупку боеприпасов у отечественного поставщика, то есть у чешской компании СТВ Групп, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала, добавив, что точные объемы и сроки поставок не могут разглашаться из соображений безопасности. Когда придет время, мы сообщим обо всем этом, добавил он. Ранее чешский премьер сообщал, что его правительство подписало контракты на 180 тысяч снарядов и договаривается о закупке еще 300 тысяч боеприпасов. Финляндия отправит новый пакет военной помощи Украине на сумму 159 миллионов евро. Президент Финляндии Александр Ступ по предложению правительства принял решение о выделении нового пакета помощи Украине, говорится на сайте Министерства обороны Финляндии. В сообщении отмечается, что пакет военной помощи оценивается 159 миллионов евро, но что конкретно в него входит и когда он будет доставлен, не разглашается. Финляндия привержена поддержке Украины в ее борьбе против неоправданного русского нападения. Речь идет не только об Украине, но в конечном итоге о праве всех свободных народов на существование. «Мы, финны, знаем из нашей собственной истории, насколько важен этот вопрос», цитирует опубликованный на сайте пресс-релиз Министра обороны страны Анти Хакканена. В сообщении также отмечается, что общая стоимость военной помощи Украине от Финляндии достигла 2,2 миллиарда евро. Израиль ведет переговоры о передаче Украине до 8 батарей комплексов Patriot. Financial Times пишет, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о передаче Киеву до 8 комплексов Patriot, которые способны перехватывать все типы российских ракет, включая новейший кинжал. Как рассказали пять анонимных осведомленных источников газеты, переговоры ведутся на уровне министров и других высших чиновников трех стран. Окончательные договоренности еще не достигнуты. В апреле Израиль сообщал о планах списать 8 комплексов Patriot, которым более 30 лет, и заменить их более новыми системами. Однако на данный момент они еще используются в израильской войне с Хамас. Кроме этого, Израиль опасается полномасштабной войны с ливанским проиранским движением Хизбалла. С начала российского вторжения Израиль, в отличие от его западных союзников, старался сохранить отношения с Россией и поэтому не оказывал Киеву существенной военной помощи. Украине критически не хватает средств ПВО, как в тылу, поскольку бреши позволяют России разрушать ее энергосистему, так и на фронте, где российская авиация освоила мощные планирующие авиабомбы, которые можно запускать с приемлемой, с точки зрения русских, точностью с расстояния в десятки километров, часто не покидая российскую территорию. Президент Украины Владимир Зеленский просил семь комплексов Патриот у союзников. По словам трех источников Financial Times, возможность передачи Киеву Патриот, сейчас принадлежащих Израилю, госсекретар США Энтони Блинкен обсуждал с министром национальных дел Украины Дмитрием Кулебой, а советник по национальной безопасности Джек Салливан с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Предварительно обсуждается такая конфигурация сделки, при которой Израиль продаст свои Патриот старые модели США, а те уже передадут их Украине. Евросоюз и Украина подписали всеобъемлющее соглашение о безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский подписал в Брюсселе соглашение о безопасности с нынешней главой Еврокомиссии Урсулой фон Дент-Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Соглашение гарантирует Киеву продление поставок оружия и предоставление другой помощи в сфере безопасности на годы вперед. На встрече были также подписаны соглашения о безопасности с Эстонией и Литвой. Тем самым Украина заключила соглашение о гарантиях безопасности с 16 европейскими государствами, самим Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет главой дипломатии Европейского Союза. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе утвердили кандидатуру руководителей Блока на следующие пять лет. Урсула фон Дент-Ляйен останется председателем Еврокомиссии, бывший премьер Португалии Антонио Кошта займет пост главы Евросовета, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам, сменив на этом посту за Жозепа Боррелли. Каллас заявила, что ее назначение – это огромная ответственность в момент геополитической напряженности. «Война в Европе, растущая нестабильность по соседству с ЕС и во всем мире – вот главные вызовы для европейской внешней политики», – написала она в социальных сетях. Фарадж указывает Украине на желательность капитуляции – это смешно и несправедливо. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал то, что он думает о недавних высказываниях британского правополитика Найджела Фараджа о войне в Украине в интервью BBC. В конце прошлой недели Фарадж в интервью BBC же затем в своей статье в «Телеграф» заявил, что Запад в лице Евросоюза и НАТО своим расширением на Восток якобы спровоцировал Путина напасть на Украину в том смысле, что дал ему предлог для действий, которые он и так замышлял. Кроме того, во вторник, как писала «Таймс», Фарадж заявил, среди прочего, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься о том, реалистично ли стремиться вернуть все захваченные Россией украинские территории. Вопрос о том, хочет ли он, чтобы Зеленский пошел на территориальные уступки, Фарадж ответил, это его выбор, никто не говорит о мире, и все, о чем мы говорим, это то, что Украина победит. Реально? Я довольно скептично на это смотрю. Лидеры всех крупнейших политических партий Великобритании осудили Фарадж за эти высказывания, перекликающиеся, как многие из них заметили, с нарративами российской пропаганды. «Очевидно, что любое предложение, которое указывает Украине на желательность капитуляции, крайне омерзительно с моральной точки зрения и крайне не близоруко с политической, потому что это будет лишь способствовать росту агрессивных намерений России», сказал Михаил Подоляк. «Предложение господина Фараджа выглядит так. Они пришли разрушать Украину, они пришли убивать украинцев, но вы, украинцы, все равно должны встать на колени и согласиться на это. Вы должны отдать свои земли, вы должны отдать свой внутренний и внешний суверенитет, вы должны забыть о похищенных детях и систематических массовых пытках на оккупированных территориях, и вы не должны ничего требовать от России. По меньшей мере, это смешно и несправедливо», – подчеркнул советник главы Офиса президента Украины. Хроника репрессий в России. Историка и просветителя Тамара Эйдельман обвиняют в реабилитации нацизма. По материалам проверки прокуратуры Москвы в отношении 64-летней Тамары Эйдельман, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 Российского уголовного кодекса реабилитации нацизма. Тамара Эйдельман – российский педагог, писательница, переводчица, радиоведущая и блогер. Она – заслуженный учитель Российской Федерации, автор статей по истории и педагогике, отличник народного просвещения. Она – член правления Межрегиональной общественной организации объединения преподавателей истории и член Вольного исторического общества до его ликвидации в 2023 году. В апреле 2021 года Эйдельман написала открытое письмо, в которое просило московское представительство врачей без границ помочь Алексею Навальному, находившемуся в исправительной колонии в Покрове. Позже примерно 2000 человек подписали это письмо. Позднее Эйдельман была вызвана в полицию в связи с ее постом в соцсетях. 9 сентября 2022 года Минюст России внес Тамара Эйдельман в список физических лиц иностранных агентов. По информации Радио Свобода, 21 июня 2024 года прокуратура Москвы сообщала, что обнаружила в одном из выпусков видеоблога «Историка» высказывание, выражающее явное неуважение к одню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющей память защитников Отечества. Эйдельман не живет в России. Она уехала из страны после российского вторжения в Украину в 2022 году. Она известна своей антивоенной позицией. По вмененной статье ей грозит до пяти лет лишения свободы. Свободу Александру Скобову. Городской суд Петербурга 26 июня рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения, избранную для публициста и диссидента Александра Скобова, которую обвиняют в оправдании терроризма и в участии в террористическом сообществе. В итоге суд отклонил апелляцию, поданную защитницей Скобова Вероникой Карагодиной. В начале заседания публицист отказался встать перед судью и отвечать на его вопросы. «Я отказываюсь вставать перед вашим судом, я отказываюсь отвечать на вопросы вашего суда, я не признаю и не уважаю ваш суд, но он служит несправедливости о нацистской диктатуре Путина, убийце подлеца тирана. Смерть Путину, смерть российско-фашистским захватчикам, слава Украине», цитирует Скобова Сотовижн. Как отмечает Росньюс, в зале заседаний присутствовала 90-летняя мама Скобова, из-за которой публицист ходатайствовала о присутствии на заседании по видеосвязи. Однако суд отклонил ходатайство адвоката о встрече 66-летнего Скобова с матерью и даже отказался сажать ее рядом с адвокатом. Александра Скобова задержали 2 апреля в квартире правозащитника Юлия Рыбакова. Первоначально его обвиняли в оправдании терроризма из-за постов в соцсетях, позднее ему утяжелили обвинения, вменив статью об участии в террористическом сообществе. Кроме того, в Петербурге в отношении него возбудили административное дело об участии в деятельности нежелательной организации. Защита связывает преследование Скобова с участием в форуме «Свободная Россия». Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных мемориала» признал диссидента политическим заключенным. В конце апреля публицисты этапировали из Петербурга в Сыктывкар. В мае направили на психиатрическую экспертизу в Республиканскую психическую больницу Республики Коми. В марте 2024 года Минюст России внес Скобова в реестр иностранных агентов. В апреле Росфинмониторинг добавил его фамилию в список террористов и экстремистов. Скобов еще в советское время выпускал в Ленинграде антиправительственный журнал «Перспективы». В Советском Союзе его дважды отправляли на принудительное лечение из-за участия в оппозиционной деятельности. В России он публиковался в радикально-оппозиционном издании «Грани». Неоднократно был гостем эфиров «Радио Свобода» и «Радио Эхо Петербурга» до включения редакции в список так называемых нежелательных организаций. В июле 2014 года на правозащитника нападали неизвестные, нанеся ему пять ножевых ранений. В Петербургском отделении «Яблоко» тогда связывали нападение с тем, что Скобов жестко критиковал действия российской власти. Свободу Александру Скобову, свободу политзаключенным в России. Семь причин поддержать идею независимой Ингрии – завершение мини-цикла публикаций движения «Свободная Ингрия». Причина седьмая – в Ингрии имеется все, чтобы обеспечить процветание независимого государства. На часто задаваемые вопросы отвечает очередная публикация мини-цикла в телеграм-канале «Движение свободной Ингрии. Ингрия без границ». Причина седьмая – в Ингрии имеется все, чтобы обеспечить процветание независимого государства. У региона есть общая граница с успешными европейскими странами, есть выход к морю, есть важные транзитные торговые пути, есть впечатляющий интеллектуальный потенциал, есть колоссальный потенциал центра туризма мирового уровня, а также существуют сотни современных производств. У Ингрии нет соседей, от которых могла бы исходить угроза. Наоборот, Эстония и Финляндия никогда не являлись странами-агрессорами, а с Карелией, Вологдой, Тверью, Псковом и Великим Новгородом у Санкт-Петербурга нет тлеющих конфликтов и не может быть вооруженного противостояния. Благодаря географическому положению Германландия не окажется в изоляции или блокаде, зато может рассчитывать на оперативную помощь соседних стран НАТО в случае попыток организации военного мятежа со стороны бывших ветеранов СВО. Один из доводов противников распада России заключается в том, что экономика большинства регионов рухнет в случае развала Путинской империи. Но даже эти люди соглашаются, что как раз у Ингрии уникальное положение. Ее экономика только выиграет, когда регион станет независимым. Будем признательны за репосты, говорится в этой публикации в телеграм-канале Движения Свободной Ингрии. Репост этого сообщения мы приводим в телеграм-канале нашего радио. Исторический календарь. 80 лет назад, 26 июня 1944 года, началось сражение Приталии и Хантала. Это было одно из ключевых событий на фронте на Карельском перешейке. Упорное сопротивление финнов и их успешные контратаки привели к тому, что наступление Красной армии к северу от Выборга захлебнулось. Москва оказалась вынуждена пойти на мирные переговоры. Финляндия сохранила независимость в итоге. Все началось с того, что 10 июня 1944 года внезапным ударом войска Ленинградского фронта прорвали финскую линию обороны на юге Горельского перешейка и быстро продвинулись до Выборга. Через 10 дней второй по величине город Финляндии был захвачен. Казалось бы, что после такого успеха удастся с легкостью продолжить наступление Лапенранту, овладеть которой по приказу Москвы следовало не позднее 28 июня и далее на Хельсинки. Но этим планам не суждено было сбыться. Тяжелые поражения в середине июня не сломили дух финских солдат. Предложения Кремля о капитуляции были отвергнуты. В короткий срок командование Финляндии сумело перебросить подразделения из Карелии и организовать линию оборону к северу от Выборга. Подавляющее превосходство советских дивизий в авиации и танках позволило им только немного продвинуться в районе Тали, современное Пальцево. Прорвать фронт части РКК так и не смогли. 9 июля из Москвы поступил приказ о прекращении наступления и переходу к обороне. В советской историографии это объясняли тем, что основные задачи по освобождению Ленинградской области были выполнены. Но эти лицемерные заявления абсурдны. Не удавалось даже выйти на границу, возникшую в 1940 году. Мечты Сталина о полной оккупации финских территорий не сбывались. В августе 1944 года между правительствами СССР и Финляндии начались переговоры о перемирии. Отдельно стоит отметить, что несмотря на катастрофическое положение на фронте, в период с 10 по 20 июня финские власти сумели полностью эвакуировать мирных жителей с Карельского перешейка. Этот пример ярко характеризует отношение к своим гражданам финского правительства. Особенно по сравнению с тем, как советским руководством фактически были брошены на произвол судьбы миллионы жителей Ленинграда в 1941 году. Глобальный расклад с Гарри Каспаровым. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию стрим на канале Форума Свободной России с участием сооснователя Форума Гарри Каспарова. Гарри Кимович, вопрос первый, который многих сейчас волнует, и не только в Штатах, хотя речь идет о Соединенных Штатах Америки, но и по всему миру. Смотрели ли вы дебаты Трампа и Байдена? Ну, это странный вопрос. Я, естественно, смотрел, я, естественно, даже комментировал на Твиттере у себя, говорил с моими друзьями. Ну, в общем, грустное зрелище, конечно. В общем, грустно, это так, это дипломатично сказано. То есть, Америка докатилась до того, что она выбирает между человеком, который, ну, скажем, явно физически не в состоянии сегодня выполнять даже самую простую работу. Все-таки после семидневной подготовки, я полагаю, там использую самых эффективных средств современной медицины, прокрутки вопросов, которые, в общем, были очевидны. Один из корреспондентов СНН даже сказал, что, в общем, Байден был полностью проинформирован о том, что и как будут спрашивать. Ну, то, что мы увидели, это, я говорю, это, конечно, это позор в демократической партии, то, что они по-прежнему продолжают, продолжают, как бы остаться заложниками амбиции человека, который, в общем, выбирался, по большому счету, 4 года назад, как просто альтернатива Трампу, просто вот вернуть страну в нормальное состояние. То есть, никаких ожиданий ни у кого о том, что он будет произведен на 8 лет, не было, но сейчас видно, что физические кондиции не готовы, как бы, к тому, чтобы вести даже дебаты, причем такие очень, стерильные атмосферы, без публики и в зале, с выключенными микрофонами после того, как заканчиваются там 2 минуты. А с другой стороны, Трамп, который минут 15 держался более-менее еще, как бы, в рамках, а потом Трампа занесло. То есть, в общем, мы увидели человека, который, в общем, собирается брать реванш за все. И вот этот напор, наглый напор, когда он почувствовал, что Байд вообще не встанет ничего делать, он, конечно, вызывает серьезнейшую тревогу. Если ничего не поменяется, то, конечно, Трамп будет президентом, это уже очевидно. Но я думаю, что вчера, на самом деле, был в какой-то мере исторический день, потому что все больше демократов требуют сейчас так называемый open convention, то есть съезд партии должен начаться с чистого листа. И хотя республиканцы все отторжествовали, если смотреть, скажем, Fox News, например, то я не думаю, что им понравится вот такой расклад, потому что я полагаю, что любой маломальский разумный демократ, умеренный, умеренных взглядов, ну, не какой-то там, конечно, ультралевый активист, но вот умеренных взглядов, губернатор, например, который в состоянии вести вот такой разговор, он может оказываться смертельным для Трампа, потому что негативные рейтинги Трампа очень высокие. То есть даже вот в этой ситуации, а все равно очень много людей как бы готовы голосовать за кого угодно, но Байден, а идущий за ним еще Камала Харрис, еще менее популярный, чем он, это, конечно, большой подарок Трампу. Но, с другой стороны, вчерашние дебаты могут просто подвести черту под вот уже затянувшейся агонии, потому что все-таки Америка должна выбирать нормальных кандидатов, а не делать выбор между двумя, в общем, пенсионерами, один из которых не встанет ничего сказать, а другой просто хочет там поджечь дом престарелых, в котором они должны находиться. А если говорить о возможных кандидатах от демократов, кто бы это мог быть? Ну, смотрите, как спекулируют по поводу Мишеля Обамы, я думаю, это очень маловероятно. Я не думаю, что она захочет влезать в эту игру. Там, как говорится, есть немало скелета в шкафу, я полагаю, что это в основном разговоры. Так как бы наиболее реальным для активистов смотрится губернатор Калифорнии, это будет, конечно, мне кажется, серьезная ошибка, потому что Калифорния на грани банкротства, штат, его политика крайне, как говорится, она такая раскалывающая общество, поэтому Ньюсом, Гавен Ньюсом, он был бы, наверное, плохим выбором, но его, безусловно, будут рассматривать. Идеальным вариантом, совершенно очевидно, был бы губернатор какого-то штата в середине Америки, например, губернатор Мичигана, Уитмор. Ну, во-первых, женщина, во-вторых, очень умеренных взглядов, штат ключевой, и я полагаю, что это было бы там хорошим решением. Многие считают, что, ну, для того, чтобы убрать Камалу Харрис в пробеге, нужно поставить женщину первым номером, чтобы была разумная причина избавиться от нее, потому что она просто абсолютный балласт, конечно. Если у демократов хватит политической воли пойти по такому пути, выбрать умеренного губернатора, именно губернатора такого, из штата, который, в общем, может переходить из рук в руки, то я думаю, что Трамп будет обречен. Проблема в том, что демпартия тоже, в общем, далеко не едина. В партии есть очень сильное левое крыло. Другое дело, что сейчас они стали проигрывать Праймерис. Очень интересный Праймерис был в Нью-Йорке два дня назад, где один из членов ультрапрогрессивской части проиграл Праймерис. Мне кажется, показательно было, причем довольно серьезно проиграл. То есть, в целом, у демократов есть шанс ситуацию переломить. Но нужна политическая воля, ну и, помимо всего прочего, нужно, чтобы сам Байден эти слова произнес. То есть, по его вчерашнему виду, после дебатов, мне кажется, он далеко не, как говорится, еще далеко от понимания того, насколько все было плохо. Трамп хорохорится и постоянно повторяет, что, когда он был президентом, Путин не нападал на Украину. И, мол, когда он станет президентом, то он сможет решить этот вопрос в течение суток. Как вы думаете, в этих словах есть доля истины или это чистое бахвальство? На самом деле, вчера он сказал, что вопрос решит еще до того, как он придет в офис. То есть, выиграю выборы и решу его еще до инаугурации. Ну, понятно, Трамп бахвалится, Трамп гнет пальцы. Тем не менее, какое-то промежуточное решение Трамп может. Может его достичь. Но ровно потому, что он предложит те условия, которые, скажем, для Путина будут приемлемы. А Украине, конечно, будет очень сложно противостоять. Хотя, тем не менее, есть Европа. Тут многое зависит от того, как вообще отнесется Европа к тому, что будет предлагать Трамп. Но у президента США много рычагов, на самом деле, повлиять на исход войны. То, что говорит Трамп, если дословно воспроизводить, то, что я заставлю их сесть за стол переговоров, если Украина откажется, не дадим оружие, а если откажется Путин, дадим Украине столько оружия, что война кончится за неделю. Вот как бы его позиция. Она очень примитивная, на самом деле. Как говорится, все так линейно не работает. А опять, ровно потому, что пока Путин у власти, война-то не кончится. Трамп, на самом деле, этого просто понимать не может, в силу своей ограниченности. И того, что он вообще видит весь мир через призму сделок. Я такой полукриминальный, а зачастую просто криминальный бизнес. Ты мне, я тебе. Тем не менее, понятно, что он какие-то действия предпримет. И совершенно очевидно, что они, наверное, как-то повлияют на войну. Я думаю, что добиться прекращения огня Трамп может. Другое дело, что это, скорее всего, будет на руку Путину. Ровно потому, что Путин тоже сейчас сталкивается с нарастающими проблемами. И прекращение войны по линии разграничения, оно, конечно, даст Путину стратегическую передышку. Поэтому, по большому счету, конечно, я говорю, говорить надо не про прекращение войны, а про остановку боевых действий. А это совсем не одно и то же. Войну пройти Трамп не может по простой причине. Война не кончится, пока Путину власть. Вот здесь это понятно любому нормальному человеку, кто вообще в состоянии анализировать факты и просто слушать то, что говорит Путин. И российская пропаганда. Но остановить боевые действия может. Другое дело, что опять это перейдет в войну в более затяжной характер. И здесь тоже важно понимать, что будут делать европейцы. Потому что угроза Трампа заставляет Европу тоже меняться. Если Европа готова будет поддерживать Украину без Америки, что, кстати, вполне возможно. На самом деле экономический потенциал Европы более чем достаточно для того, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. Единственное, что требуется от Америки, это просто не препятствовать использовать американское оружие, которого у европейцев довольно много. Но тем не менее понимаем, Трамп может натворить делов не только в Украине, но и по всему периметру земного шара. Наш коллега по форуму Альфред Кох в последнее время часто говорит, что передышка для Путина, о которой мы как раз говорили сейчас в свете возможного перемирия, это не так уж и плохо. Потому что, мол, это и передышка для Украины, за время которой она тоже может восстановить силы, свой военный потенциал, насытиться новыми вооружениями и приступить к новому витку противостояния уже в большей боевой готовности. Как вы думаете, есть что-то в этом доводе? Любая остановка кровопролития, она, в общем, имеет свои плюсы, очевидно. Людей перестает убивать. Ясно, что это даст передышку. Другое дело, как эта передышка будет использована? Совершенно очевидно, что Путин, цель которой будет продолжение войны в благоприятный момент, будет ее использовать, во-первых, для того, чтобы выйти из режима санкций. Ну, полностью не удастся, но, по крайней мере, будет требовать снятия санкций, самых болезненных. И я не знаю, насколько, опять, насколько Трамп будет увязывать снятие санкций с освобождением территорий. Любое ослабление санкций, я уже не говорю про снятие санкций, это, конечно, колоссальная победа для Путина. Потому что для него война – это нормальное состояние. И это то, как может функционировать режим. Поэтому можно не сомневаться, что Путин будет использовать передышку для того, чтобы закрепиться на территориях захваченных. Естественно, все будет двигаться ближе к украинской границе. То есть передышка, естественно, позволит Путину перегруппироваться. Но ровно потому, что его цель – продолжение войны. Как будет использовать ее Украина? Ну, понятно, Украина тоже будет готовиться. Но, опять, надо просто понимать, что это передышка перед возобновлением войны. Проблема с Трампом, что он этого, мне кажется, просто не понимает ту силу крайней ограниченности своего мировоззрения. Опять, это все сделка. Ты мне, я тебе. И вот сегодня мы поменялись. Какие-то плюсы в сделке для тебя, какие-то минусы. Вот эта такая философия, примитивная такая, рыночно-базарная, она все-таки не решает геополитические проблемы. Ровно потому, что цель Путина – продолжение вот этой агрессии и противостояния западным миром, она никуда не делается. Другое дело, что еще Трамп может нанести серьезный ущерб американской демократии, потому что вчера мы слышали от него довольно резкие высказывания уже в конце, когда он разошелся, о том, что там и Байдена надо в тюрьму посадить. То есть Трамп, безусловно, на проблему. Опять, масштаб проблемы, понятно, трудный, потому что Трамп тоже, скажем, он сильно неуравновешен и многое будет зависеть, конечно, от того, какие люди придут вместе с ним ко власти. Но пока все-таки питаю надежду, что вчерашние дебаты, катастрофические для Байдена, они послужат последним сигналом демократам. Потому что я об этом писал много, многие об этом писали, о том, что все-таки надо понимать, слишком много на кону стоит, чтобы оставлять в трясущихся руках Байдена, который, в общем, не в состоянии с телепрометра прочитать нормальные фразы, судьбу американской демократии, и во многом, между прочим, судьбу всего остального мира. В западном мире происходят и другие ротации руководящих кадров. Вчера поступила информация о том, что Жозепа Борреля может сменить на посту представителя ЕС по иностранным делам Кайя Каос, и я сразу вспомнил о том, что вы с ней знакомы, вы встречались, и поэтому хочется узнать, во-первых, ваше мнение вообще об этом политике, и во-вторых, о том, какую политику она будет вести, чего можно ждать от нее. Мне кажется, политика Кайя Каос достаточно определена. Не случайно она там, по-моему, там тоже в списках террористов в России числится. По-моему, там единственный западный политик, который там объявлен в розыск. В общем, Путин прекрасно понимает, что ждать от Кайя Каос. Но понятно, что на посту премьер-министра Эстонии возможности были ограничены, а на посту High Commissioner, потому что туда входит и политика безопасности, кстати, это очень высокий пост, и она, кстати, там же становится вице-президентом, другое дело, что все это еще требует голосований, но принципиальные договоренности между крупнейшими фракциями достигнуты. То есть Урсуров Ван дер Ляйден остается главой Еврокомиссии, социалист португальский Кошту, он станет главой Евросовета. То есть, в принципе, консерваторы, гибералы, это Кайя Калас и социалисты, три крупнейшие фракции договорились, мне кажется, о том, чтобы голосовать совместно. Хотя, повторяю, голосование должно еще пройти. Это закрытое голосование, всегда возможны какие-то нюансы. Но если все будет как планируется, и Кайя Калас станет фактически третьим человеком в иерархии Евро-Евросоюза, то это, конечно, для нас хорошая новость. И, допустим, это очень плохая новость. Потому что это означает, что никаких послаблений не будет. Будет приниматься наиболее жесткая линия в противостоянии с Россией. Кстати, очень интересно еще отметить, там малозаметная новость прошла на фоне действительно больших назначений. Но в ПАСЭ тоже было принято решение, на мой взгляд, который посылает сигнал в Россию. И тоже благоприятно для нас. Докладчиком по российской оппозиции был вчера выбран Эрик Нильс Кросс. Тоже эстонский депутат. Но так же, как Кайя Калас, находящийся, мне кажется, в топе путинских врагов. И Эрик – это человек, который занимает принципиальную позицию, крайне резкую по отношению ко всем агрессивным действиям путинского режима. И то, что два эстонских политика оказываются на этих должностях, означает, что в Европе идет вообще изменение отношений. Постепенно доходит до сознания европейцев, которые всячески пытались уклониться от прямого столкновения с Путиным, что это война. И в этой войне надо призывать на ключевые позиции тех, кто понимает, что это война и готов воевать. Я думаю, что вообще в целом тренд, который сейчас в Европе наметился, он позитивный. И я полагаю, что вчерашние дебаты и уже крайне высокая вероятность возвращения Трампа на сегодняшний день, эти факторы подвинули европейцев к более решительным действиям. А как вам кандидатура нового генсека НАТО, Марк Рюте? Довольно очевидная компромиссная фигура была. Но с другой стороны, Рюте, мне кажется, нету никаких причин питать Путину теплых чувств. Не будем забывать. Все-таки MH17, сбитый самолет с почти двумя сотнями голландских граждан. Десять лет уже прошло. И, как я понимаю, Россия просто вышла из всех разговоров об этом. Это тоже висит грузом. Это преступление путинского режима. И это случилось прерюд. То есть, на самом деле, я не вижу никаких оснований для того, чтобы его политика, ну, точнее, его действия... Генсек НАТО все-таки, он больше дипломат. Он должен как бы сочетать разные точки зрения. Но мне кажется, что он будет как минимум столь же посмедленный, как Столтенберг. Более того, я даже не исключаю, что ситуация двигается в сторону большей конфронтации. И я бы опять... Я бы отрюду никаких шагов по примирению с Россией не ждал. Если переместить взгляд в восточную часть большой шахматной доски, поговорить о взаимодействии Путина с Востоком, здесь, конечно, встает вопрос о его поездке в Северную Корею и беспрецедентное сближение с Кимом, мировым изгоем. Но в то же время это сближение ведь, по-моему, свидетельствует о том, что главный-то восточный игрок Китай постепенно отходит в сторону. Или это только так кажется? Нет, ну, Китай все равно не отходит. Он там находится. И совершенно очевидно, что любые действия, которые предпринимаются тем же Кимом, они без китайского одобрения делаются не могут. Другое дело, какова цель Китая в этой войне? На мой взгляд, цель достаточно очевидная. Продолжать ослаблять и Россию, и Запад. Дело в том, что Китай никогда не отказывался, а сейчас продолжает активно демонстрировать территориальные претензии к России. Причем это не просто там устье реки или пара островов. Мы говорим про полтора миллиона квадратных километров. Территории, которые Россия отторгла у Китая, будем объективны, в общем, в 1860 году, когда Китай был слабый, когда его там дербанили, все там, все сильные державы. Вот. Это практически вся территория от Владивостока. Кстати, такого города уже на китайских картах нет. Есть Хайши-Вейн город, в котором действует китайская таможня уже впервые с 1860 года. Практически до Байкала. Вот эти земли просто Китай считает своими. Более того, это как бы позиция, которая в Китае многими людьми, совершенно там, вот я вот встречаю бизнесменов китайских. Они не любят про политику говорить на конференциях, вот буквально несколько дней, там было назад на большой конференции. Естественно, политика, у них такие каменные лица, все. Но как только заходит разговор про территории эти, просто люди меняются. Вот. Да-да, конечно, конечно, говорят, конечно, естественно, конечно, Китай. Понятно, что это завтра не случится, но учитывая то, что демографическая ситуация для России катастрофическая, путинская война принесла, ну как бы, она принесла немало бедствий региону, потому что баланс, мужской, женский баланс еще стал хуже. То есть, в принципе, если мы посмотрим на все факторы, экономические, демографические, политические, то процесс поглощения российского Дальнего Востока со всеми его ресурсами, он идет полным ходом. И понятно, что в этой ситуации Китаю крайне выгодно продолжение войны. Поэтому, ну, вообще не отправить, пусть Ким отправит, там миллион солдат воевать, меньше голодных ртов будет, кого кормить, пусть там с дохода недели, там под Бахмутом или Авдеевкой. Вот, но важно, что Путин слабеет, Украина слабеет, Запад слабеет, а Китай ждет, Китай ждет, но я полагаю, что планы Китая по экспансии, все-таки они считают это своя территория, это же как бы исторически все-таки там был Китай, Россия пришла туда все-таки там, ну, по историческим меркам не так давно, по китайским меркам там, 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 России там 300-400 лет, а они считают, что они там уже там, там, 2500-3000 лет они там, они, они рулили. Поэтому, Китай, мне кажется, играет в такую очень аккуратную игру, вот, не, не вступает в прямую конфронтацию с Америкой, санкции, вот, чуть-чуть по санкциям всегда что-то делает, то есть, в принципе, вот, но при этом остается ресурс использовать других, скажем, например, там, центрально-азиатские страны Китай использует, вот, для того, чтобы помочь, помочь России, но опять, эта помощь, она, она не носит критического характера, Китай может, сделать гораздо больше, более того, он, как бы, использует войну Китай для продвижения своих интересов, скажем, сейчас там через Киргизию сейчас пойдет, там, вот, железная дорога, это очень интересно, между прочим, какая она будет, то есть, уж колейка будет, в принципе, или, или, в принципе, там, или российская колея, вот, то есть, ощущение, что Китай, в общем, считает, что эта война дает ему колоссальные возможности для, не только утверждения в Азии и потенциально, как бы, реализации своих, своих территориальных запросов претензий к России, но и для формирования нового, там, нового пути торгового, который будет охладить Россию, в принципе, связь, связь с Европой, без того, чтобы даже как-то зависеть от России, какая бы там ни была власти. Кстати говоря, мало кто знает, но Путин уже отторгал в пользу Китая территории по своему объему больше, чем Крым, например. Об этом, там понемножку этот процесс, да, он идет буквально с начала путинского управления, там, тут острова отдали, там немножко отдали, сейчас там в устье реки там разрешили, то есть, на самом деле, Китай там потихоньку что-то получает, но опять, это, это, ну, как бы еще там, цветочки, потому что, по большому счету, там, как у Китая, гораздо более амбициозная программа, и мы же знаем, что сегодня Приморье фактически начинает выстраивать экономическую зависимость от Китая, идет процесс выстраивания в связи экономических, которые там реально сделают Приморский регион, частью китайской экономики, там просто открывается граница, то есть, на самом деле, я полагаю, уже сегодня, уже сегодня Китай имеет большее влияние в регионе, чем экономическое, чем, чем Москва. Приходящие коммерческие новости за последнее время свидетельствуют о том, что банки Китая, да и других стран, которые раньше помогали путинскому режиму обходить санкции, в том числе, турецкие банки, банки стран Центральной Азии, постепенно сворачивают операции с российскими банками. Как вы думаете, мы увидим еще полное сворачивание этих операций и полную, так сказать, блокаду, по крайней мере, по финансовой части путинской России? Процесс, на самом деле, он медленно идет и он отражает, мне кажется, ментальность нынешней американской администрации, которая пыталась использовать санкции, пытается использовать санкции для того, чтобы вынудить Россию сесть за стол переговоров. В конце концов, это тоже байденская идея. Здесь, конечно, Трамп Трампом, но на самом деле администрация Байдена тоже никогда не хотела безоговорности победы в Украине. Но процесс идет, это такая бюрократительная, другое дело, что этот процесс, к сожалению, он затрагивает и многих граждан России, которые настроены антипутинские. И это, кстати, мне кажется, должна быть основной задачей российской оппозиции, сегодня находящейся в эмиграции. Это все-таки формирование нашей общности в легальном бюрократическом поле. Мы говорим про сотни тысяч, а может уже миллион с лишним человек, которые фактически остались между небом и землей. И каждые новые санкции Евросоюза и американские, они ставят по удару тех, кто сегодня находится на территории свободного мира в первую очередь. И мне кажется, что вот сейчас вот опять появление Кай Калас, Эрика Нильса Кросса, это как раз шанс на то, что люди, понимающие эту проблематику, начнут нам помогать. То есть я все-таки думаю, опять, призрак Трампа, он заставит Европу делать правильные шаги. И я надеюсь, что в ближайшей исторической перспективе, в ближайшие 6-8 месяцев мы все-таки увидим прогресс в деле продвижения создания такого квази-государственного образования свободной России. Вы упредили этот мой вопрос как раз, но я тоже разделяю надежду. Дай Бог, чтобы получилось. Последнее направление, которое сегодня рассмотрим, Ближний Восток, с которым происходит что-то странное, я имею в виду даже не с ним самим, а с отношением к этому конфликту, конфликту Израиля и Палестины, Хамас со стороны западного мира, в котором очевидным образом растут пропалестинские настроения, а поддержка Израиля падает. Что скажете по этому поводу? Я не думаю, что поддержка бандитов растет, а поддержка Израиля падает. К сожалению, так было всегда, просто сейчас это стало очевидным. Организация освобождения Палестины была создана вообще там, тем, кто не помнит, в 64-м году и еще до шестидневной войны, когда территории, на которых должна создаваться сегодняшняя Палестина, контролируется арабскими странами. Ведь решение ООН в 47-м году не предусматривало создание палестинского государства. Там был Израиль и территории, которые отходили Иордании и Египту. Это были арабские территории. Как они там будут разбираться с этим, это следующий вопрос. Кстати, там гораздо больше палестинцев было убито именно в войне с теми же иорданцами, если смотреть на внутренние разборки. Израиль рассматривался, организация освобождения Палестины, созданная, безусловно, в пробирках КГБ, как историческая ошибка, которую надо исправить. С самого начала, я повторяю, еще до шестидневной войны, была провозглашена цель ликвидации государства Израиля. И от этой цели никто не отказывался, на самом деле. Вот надо понимать, что эта цель существует. Вот как Путин сказал, что нет Украины. Вот можно вести любые переговоры, но цель Путина была озвучена, и она четко зафиксирована российской пропагандой. Нет такого государства Украины. Нет такой нации украинской. Вот эта позиция, которую Путин последно отстаивает. То же самое в принципе и было в этом регионе. Да, был момент, когда Арафат пошел на договоренность в 93-м году. По одной простой причине. СССР развалился, спонсора не было. Вот было буквально несколько лет, когда палестинцы готовы разговаривать, потому что СССР развалился, Россия была слаба еще, Иран еще там только набирал обороты. Но как только появились спонсоры, вернулось КГБ, появился Иран, все, тема закрылась. Палестинские власти продолжают, опять в разной степени, есть более умеренные, Хамас радикальная часть, но тем не менее палестинцы не готовы к двум государствам. То есть на самом деле они рассматривают это как свою территорию и Израиль это то, что должно быть в той или иной мере поглощено в рамках этого палестинского государства. Израиль борется за выживание. Ну а про действия Хамаса, понятно, что 7 октября была предпринята акция, я не сомневаюсь, по прямому указанию Путина через Иран и изверство, совершенно чудовищное изверство хамасовцев, это была часть политического расчета для того, чтобы отвлечь внимание от Украины. Никаких других разговоров здесь быть не может. Для чего такие зверства демонстрируются, причем записывали еще на камеру, чтобы Израиль вынужден был ответить. Вот. То есть Путин, Путин нужен этот конфликт, к сожалению, этот конфликт расширяется. Вот. И сейчас мы видим, что при попустительстве западного сообщества, которое там просто продолжает делать вид, что мы имеем равноправных партнеров, которых конфликт, на самом деле, конфликт между цивилизацией и варварством. Так вот, Хизбулла на самом деле готовится к массовой массовой агрессии на Севере. И, в общем, не исключено, что Израиль будет вынужден ответить, потому что, когда тысячи ракет летают на ваши города, то надо будет отвечать. То есть, к сожалению, пока есть Путин, пока есть Иран, ближневосточная проблема не решится. Ровно потому, что у бандитов есть спонсоры, которые заинтересованы в том, чтобы она продолжалась. А Израиль вынужден, в общем, оглядываться на мировое сообщество, потому что, ну как, бомба не туда упала, и уже там просто первая страница Нью-Йорк Таймса. Вот. Если они уже три года, то война там кончилась. Вот. Но Израиль вынужден, и как цивилизованная демократическая страна, соблюдать определенные нормы. При этом, как правильно сейчас сказал, что на Западе все, что делает Израиль, немедленно подвергается критике. Хотя западные страны должны нести свою ответственность, потому что они годами кормили Хамас, десятки миллиардов долларов, которые были вбуханы в газу, а не привели к тому, что в газе сделали Сингапур новый, или Дюбай. Могли вполне сделать. А построили просто подземные крепости для того, чтобы вести войну с Израилем. То есть это на деньги западных благоплательщиков Хамас выстроил инфраструктуру, которая до сих пор не позволяет Израилю решить проблему ликвидации вот этих бандитских гнезд. Мы слышали трансляцию стрима с участием Гори Каспарова на канале Форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. В ее завершении вы услышите очередную композицию к 75-летию выхода в свет романа Джорджа Оройла 1984. Напомню, что Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 за часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Телеграм, Саундклауд, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал!